Я дома? Я дома? Тогда пожарь, пожалуйста, мне картошечки. А ты в костях, ладно. Вот такие дела. Красотка, спасибо большое. Какая красотка? Что вы говорите, что это? Дела хорошо. Как твои, приятного тебе и не шрёт. И не шрёт, а ясно. Спасибо большое. Вот, умный молодой человек. Привет, Изюфы. Привет. Изюфы, Изюфы. Короче, размираю вещи, не могу никак... И, в общем, понимаю, что половину нужно выбросить, потому что тысячи вещей и ничего путного. Как мама сказала, что надо заново всё наверстывать. И обрадовать сестрёнок новыми шмотками. На доме ты больше нравилась. Тут так много мата. Ребята, ну вы определитесь, где я вам больше нравилась. На доме 2 или здесь? На доме 2 я больше материлась. А тут вы меня определяете, что сейчас. Алина, ты вредная, видно сразу? Конечно. Я вредная. А что у вас с Никитой? Ничего у нас с Никитой. С Никитой мы давно уже расстались. Да, ребята. Привет из Казахстана. Привет. Какие планы на день? Ой. Сегодня мне нужно, короче, успеть поехать на маникюр. Потом к косметологу. Потом в Мегу. Потом... Потом ещё кое-куда. Потом ещё кое-куда. А потом я вылетаю. Ночью. Ну там 2 зовут обратно. Давно это было. Сейчас, конечно же, уже нет. Заберу тебя к себе жить. Ты мне подходишь. Где вероятность того, что вы мне подходите? На доме 2 не показывали мата. Вы серьёзно? А что на доме показывали? По-моему, там кроме мата вы больше ничего не показывали. Привет из Волгограда. Привет. Никита с Леной встречается. Это правда или он шутил? С Леной какой? Я не знаю, про какую Лену вы вообще говорите, спрашиваете. Я не знаю, с кем он там общается. Поэтому... Мне в целом они интересны. Алина, тебе Никита вообще не подходила? Просто ужасик. Ребят, давайте не будем оскорблять других людей. Твой заработок только на бровях. У меня нет заработка вообще, в принципе, сейчас. Я вам раскрою такой секрет. У Никиты сердце разбито, пипец. Он сказал, больше никогда не сможет влюбить. Ладно, хорошо. Никита с Леной Темниковой. Что вы вообще несете? Вы покурили с утра или что? Лена Темникова, Никита. А на какие средства живешь? А вас не учили в детстве, что бестактные вопросы задавать, как бы, ну, в принципе, нельзя людям. Я же не спрашиваю, на что ты живешь. Мне кажется, вас волновать, в принципе, не должно. На какие деньги я живу и где я их беру? Если хочешь скинуть, помочь, номер карты могу рассказать. Просто у меня хорошее настроение, поэтому... Так вот. Я Никита, я смогу, что ты сможешь, Никита. Алина, почему не поешь в Москву? Молодая, успешная, там больше просыпьте уже. А кто вам сказал, что я не поеду в Москву? Вы почему? Все за меня с вами решаете. То, что я сейчас нахожусь в Казани, это ничего абсолютно не значит. Привет из Томска, привет. Спроси, картошечка готова? Нет, там бабушка в телефоне своем. Куда летишь? Не скажу. Наверное, если бы я хотела вам сказать, куда, я бы, наверное, уже вам, вас оповестила. Привет, Алина, привет. Когда будешь мириться с пингвиновой? А я с ней не ссорилась. Но там два мат запикивали, поэтому не видно было твоей грубости. Ребята, вы серьезно или что? Или ты куда? Ты по качу ходила в туалет, когда я там материлась? Привет. Привет, хорошего настроения тебе. Спасибо большое. И вам я желаю хорошего настроения. Чу-ку-чу-ку-ля. Конечно, с волосами у меня совсем беда. Просто, просто здравствуй. Что вы тут еще не пишите? Почему ты грубо отвечаешь подписчикам? Такое впечатление, что мы тебя бесим. Зачем выходишь в эфир и не отвечаешь на вопросы? Ребята, я отвечаю абсолютно на все вопросы, которые вы пишете этот раз. Во-вторых, так грубо отвечаю, потому что по мне это неправильно, задавать такие вопросы, которые... которые раздают некоторые. Привет. Что любишь из татарской кухни? Я люблю все. Абсолютно все. Да надо все. Алина классненькая. Спасибо. В Казани лучше жить, чем в Москве. В Татарстане хорошо живет. Мне кажется, если у тебя есть деньги, ты можешь жить везде хорошо. И в Казани, и в Татарстане. Как похудеть? Ой, я это не знаю. Никогда не задавалась этим вопросом, как похудеть. И поэтому не могу вам дать точного ответа. Вы все ушли, там два стола просто мусорным баком. Ну, честно скажу, что я не смотрю сейчас, что там происходит, но там полная дичь. Когда в Уфу? Это такой вопрос, на который я не знаю ответа. В принципе, мне нужно поехать в Уфу, чтобы я там сделала себе новых... Ой, Тима, я курищавица пришла. Тима, я сладкая. Лиса, иди сюда. Иди сюда, Лиса. Иди, Лиса, 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 Лиса. Иди ко мне. Иди ко мне, что ли? Иди сюда. Такая она у меня красивая девочка. Иди сюда. Иди ко мне. Иди сюда. Лиса, короче, у меня вообще очень выросла. Так, ладно. Я не поклонникам 2, но вы очень хорошенькая. На позитиве класс, улыбаюсь чаще. Спасибо большое. Но, Алина, что за тайны? Кашляешь ковид, что ли? Я не знаю. Нет, не ковид. Я сдавала тест. Ковида не было. Правда, что Никита нашел себе девушку? Ребят, я не знаю, кого он там себе нашел. Мне это неинтересно. Я не спрашивала ее. Алина, приготовь завтрак. Хватит болтать. Я хочу кушать. Никита, есть доставка для этого? С Татариной вышла бы. Вышла бы. В смысле, в туалет ходила. У кого-то по ТВ-2 с матами показывали. Ребят, я сейчас говорю абсолютно серьезно, что на доме 2 маты показывали. А не да, запикивали. Поэтому вполне можно было понять. Привет, Алина. Прекрасно выглядишь? О, да. Выгляжу прекрасно. Спасибо большое. А сама готовишь? Сможешь приготовить мантедан? Что-что готовить я умею. Что такое в вопросе, за какие средства живешь? Людям интересно, чем ты занимаешься после Тон-2. Но я же не спрашиваю вас, на какие средства вы живете. Это неправильно лезть в чужой кошелек. Да, Витя, Биг? Что? Неправильно же, когда совершенно посторонние люди спрашивают, откуда ты берешь деньги. Это же их волновать, в принципе, не должно. Что? Нет. Привет, Лапулька. Как ты скучала, помню. По кому скучала? Привет, Солонде. Привет. Покажи кошечку. Лиса, Лиса. Лиса. Кс-кс-кс-кс-кс. Лиса, на. Кушать тут есть. Лису. Сейчас Мусе все отдам. Лиса. Не знаю, лежит. С Рудаковым общаешься? Да, общаюсь. Когда будем в столице? Пока еще не знаю. А ты с Кристиной общаешься? Бухенбалта. Я не помню. Когда мы с ней последний раз общались, но списывались, да. Ты классный очень. Спасибо большое. Ты куришь? Нет. Ну, только когда где-нибудь гуляю, могу покурить вот эту вот какая-то электронную сигарету или как она называется. Привет, Спитер. Привет. У меня никогда там два с матами не шло за 10 лет, сколько я его смотрела. Теперь спокойно и слушай вниматочно. Ты говоришь, что когда по ТНТ на телеканале дом 2 ребята, участники ругались матом, то их запикивали. Получается, ты же слушала, смотрела программу, в которой ребята говорили матом и там просто запикивали. Правильно? Просто, значит, логически они матерились, но просто ты слушала пиканье, но не мат. Сейчас покажу листочку. ты моя красавица. Такая сладкая. Я здесь покажу. Лисо. Лиса. Лиса. Лисо. Ты моя красавица. Лиса. Лиса. Ты моя сладкая девочка. Пойдем с вами. Короче, она у меня очень выросла. Очень выросла. Такая вкусная. Такая ушастая стала. Высокая. Длинная нога. Ой. Да, Лис? Она очень любит дать целую уши, да? Лиса. Лиса. Скажи привет всем. Ты моя сладкая. Сладкая девочка, да ты? Ты сладкая? Сладкая? Ты моя ушастик. Так. Боже, она красивая, да? Она у меня очень красивая. Какие заведения мне нравятся, я не знаю. Если вы про Казань. Я очень мало где бываю, в принципе-то. Ладно, все, иди. Вот она моя сладкая девочка. Ты моя уходящая. Как отдыхаетесь на выходных. Ой. В эти выходные я отдыхала хорошо. Даже очень, скажу, хорошо отходила. Даже два дня от этих выходных. Короче, мы ходили на вечеринку. Не помню, как она называлась. Ну, короче, я все выкладывала. Техно-музыка. Ты губы колола? Да, я колола губы. Кстати, сегодня пойду вот эту часть доделывать. Потому что тут хорошо взялось, а вот здесь нет. Привет, красотка. Привет, красотка. Можно тебя позвать на свидание? Нет, нельзя. Ну, знакома с Саней Зажей подругой Радика. Это был момент. Да, знакомый. Хорошо. Чем занимаешься после Дом-2? Живу и наслаждаюсь жизнью. Вас устраивает такой ответ? Сладкая лиса. Да, лисочка у меня хорошенькая девочка. Ой, там была москитная сетка. Я боюсь за вашу кошечку. Да, там была москитная сетка. Это ее любимое место, где она постоянно сидит. Алина, ты в Казань? Нет, сейчас я в чистую поле. Скоро поеду в Казань. Ты была в Питере? Один раз была, но мне там не понравилось. Естественно, поэтому я и говорю, Анатомия, запиканный мат от тебя был, и ты не казалась такой грубой, а тут наткнулась на твой эфир. Там сплошной мат. Думаю, может не быть что-то. Фу, ладно, короче, не хочу вам отвечать на ваши высказывания. Ну вот какие можно на выходе сходить? Да, про Казань. В Казани я бы, наверное, посоветовала Big Toys. Нет, нет. Чехана номер один. Приют холостяка. И все, больше не знаю. Какой косметолог? А вот позже расскажу, как косметолог. Подбородок? Нет, я его не колола. Надо закололочь. А мне можно вас пригласить на свидание сегодня вечером? Никита, сегодня я уже занята. Ну, в смысле, я сегодня улетаю. Раньше надо было на свидание звать, а не пиво пить. Вчера была на концерте Айвана Грэй. Я безумно рада за вас, что вы были на нем. Наконец-то нашла человека, которому Питер не понравился. Я там чуть не умрала, а Джарри мне не понравилось. Я там была в холодную погоду, мне не понравилось вообще. Меня даже... Нас, короче, кинули с квартирой. Мы ночевали в отеле, где живут дальнобойщики. Короче, полная жесть. Какой эффект губ у тебя? Меня просто, так скажем, увлажнили 0,5. Добавили, естественно, припухлость. А так вообще эффект какого-то особого нет. Все по моей форме. Будем ждать инфу про косметолог. Хорошо. Нравится творчество, Амуря? Мне кажется, оно уже давно... Его нет, творчество. Одни и те же песни. Видимо, муза не так вдохновляет, что треков новых нет. Что в эти выходные? Какие техномузыки? В эти выходные я не знаю, что за вечеринки будет. Я даже не узнавала. Поэтому ничего сказать не могу. Тут холодно очень, но это лето было жарким. Тут сыро. Мне кажется, это лето было жарким. Ну, вообще, абсолютно в любом городе. Тут пропустили историю на ваших выходных. Ой, там было весело на моих выходных. До такой степени весело. В каком ЖК квартиру взяла? Или район? Тоже еще в Казани. Если вас это интересует, напишите мне в личку, и я вам все расскажу. Хотелось бы видеть себя на Дум-2. Нет, я не хочу на Дум-2. Никогда больше. Не жалеть, что волосы постригают? Нет, не жалею. Я их сейчас буду отращивать. Потому что они долго растут у меня. Из-за того, что я их испортила, когда в блондинку хотела покрасить. Думаешь о Радике? Ребят, я думаю обо всех. Но о нем, кстати, не думаю, нет. Прошло то время, когда моя голова была им занята. Я очень хочу в Казань, но муж меня не отпускает. В Казань? Почему вас муж не отпускает? Если вас муж не отпускает, значит, он вам не доверяет. А не доверять, не доверять это очень плохо. Таким пользуешься импонием? Всегда получается, что по-разному. Там плохо на Дум-2. Почему не хочешь? Ради тебя я только смотрела на Дум-2. А зачем мне идти на Дум-2, если меня все устраивает здесь? Чтобы получать какую-то соточку? Зачем? Тратить нервы для чего? Мужчина, который мне нужен туда, не придет никогда. А у вас есть молодой человек или действительно кто-то близко к сердцу вашему сейчас? Нет. Честно, вообще нет. И вообще, кстати, я в последнее время стала какая-то, можно сказать, черственная. Или как это говорится. Короче, мне вообще пофиг на всех. Нет того человека, кто бы меня зацепил. И я могла сказать, что я думаю о нем, мое сердце замирает рядом с ним. Нет, такой ерунды пока у меня нет. Да, есть люди, с которыми мне интересно общаться, которые мне симпатизируют. Но ничего, пока ничего больше. Время пока что. Вообще, я больше никогда не буду афишировать какие-то свои отношения и своего молодого человека, в принципе. Меньше знаете, как приступить? Да, да, да. Он что-то человек, хватит про него спрашивать. Да. Верно. Не надо. Привет из Чистополя. Привет, Казань. Музой была ты, это точно. Ну, что поделать. Была, спала. Можно позвать тебя на свидание? Нельзя. Бывало ли ты в городе Болгар была? Ну, боится, что меня украдут там. Это, по-моему, глупость, честно. Хотя многие говорят, что я похожа на казашку. Мне сегодня утром сказали, что я похожа на таджичку. Когда я проснулась, вот такая вот отёкшая. Музой была ты, при тебе были хорошие песни. Я бы сейчас, конечно, сказала, но ладно, не буду. Пусть живут счастливо. Как нет, если ты только что сказала, что тот мужчина, который тебе нужен, он не придёт на Дом-2. Я имела в виду, что мужчина, которого я вижу рядом с собой, никогда не пойдёт на Дом-2. Вот. Где ты сейчас и чем занимаешься? Я сейчас у мамы дома. Разбираю вещи и скоро буду уезжать. Абиг! Абиг, а во сколько мама сказала? В 13.30 или в 13.50? В 12. В 2. В 10. Алло. Ой, Кристинка, привет. Как у тебя дела? Ты вообще пропала? Не пишешь, не звонишь. Родаков парь. Я откуда знаю? Не знаю я. Последний раз, когда мы с ним виделись, не было ни в какой паре. Он был со мной дома. Вещи собирал. Из-за чего с Никитой Ристалистом? Так и непонятно. Ну, потому что мы поняли, точнее, это было уже давно понятно, что мы не друг для друга. Мы совершенно разные. Порой накачиваешься. Иногда бабушку послушаешь, жить вообще вредно очень. Алина, у тебя волосы окрашены? Если да, то какой цвет и краска какая? Да, волосы у меня окрашены, но краску я не знаю. У меня, кстати, там в посте есть указанный салон, где я их окрашивала. И у них можно все спросить. Какой тон, какой цвет. Хороший он мальчишка. Кто? Чем занимаешься в данный момент, а не... Чем занимаешься вообще в данный момент? Я ничем живу и кайфую. Хочешь на сушел? Нет, не хочу. Мне казалось, вы одинаковый опыт в артистке. Нет, мы разные. Короче, мне надо собрать чемодан, а я не могу его собрать. Потому что я не знаю, чем я с собой взять. Может, ничего с собой не брать? Миритесь с тем певцом, который тебе песню посвятил. Ой, про него уже пора забыть. Мне неинтересно это. Может, нет. А зачем? Кто? Короче, мне надо собрать вещи, а мне лень. Кошка Ева тебе привет передает. Она такая же вредная, как ты. Ой, Евочка моя. Это же, которая у нас на сушелых была. А это кто? Пишет. Была в Курске? Нет, не была. Я поняла. Я поняла тебе. Жаль, что вы вместе с Никитасом. Ребят, сколько раз вы это будете мне говорить? Ладненько. Пошла я собираться. Я, как обычно, ничего не успею. Мне еще нужно маникюр, педикюр и вся фигня. Прошло. Покачать. Продолжение следует...